Все думаю, для чего меня, железяку, Господь сохранил. Допустим, последний российский морской пароход много лет честно трудился у разных судовладельцев. Выходя сухим из разных передрях, всегда доходил до порта назначения. Живой. Потом котел запаривают и пошли. Он живой. Если его поддержат, тогда другое дело. А так он живой. Родился я на Неве, на одной ныне несуществующей верфи Петрозаводе. Ее Петр Первый заложил. Металл на мой корпус шел из руды, добытой в рудниках всей страны. Внутренние органы, паровую машину, перевезли с завода имени Молотова, из Таганрога. Котел из Колпина, Цижорского завода. Весь союз трудился над моей постройкой и над доброй сотней моих братишек и сестричек. Строились как пуксиры и как военные корабли. Они как военные минные тральщики. У них все пуксирная лебедка была. На адмирале, если вы посмотрите, у него котовая рубка. Это фронированная. С 1954 года понастроили нас адмиралтейцев, ударников, рудокопов, монтажников и номерных, ВМФовских. Более 120 стальных душ. Всех и не упомнишь. Всегда думаю, почему адмирал сохранился так хорошо, что у нас, собственно, капитанов было 4 капитана. И мы его задерживали как свой пароход, как собственный. При Балтийском бассейне, в котором новые корабли строились, они все проходили здесь испытания. И адмиралтейцев был пуксир, который их обеспечивал. Атомные ретоколы, самые большие танкеры, которые были. Пекин, Варшава, София. 4 тысячный танк под освещением. Они сдавались здесь, в Таллине. Взять два пилинга. Если считать, наверное, пару сот судов, которые адмиралтейцев участвовал при сдаче. Ну, они очень ремонтопригодны машины, работают долговечно. Эта машина уже с 1956 года работает. И если, в общем, она может проработать еще, наверное, столько же. Ходили и на встречу с обществом паровиков Финляндии. Меня поставили у президентского дворца. Подняв флаги расцвечивания, ждали коллег паровиков. Там мы познакомились с Эско Хиаро, паровиком, влюбленным в паровые машины. Адмирал был здесь, я думаю, примерно в 1990-м. У нашего парового клуба была возможность поплавать на адмирале вокруг Хельсинки. Это был первый раз, когда мы видели такое большое судно, как Адмирал. Это замечательный пароход. Он сохранился, как паровое судно. И мы бы все очень хотели больше видеть его в море. Такая качка трубой он черпал в воду. Такой клиент был большой. Вообще, я должен сказать, что это очень хорошее мореходное судно. Маленькое, но очень хорошее. И отошли, и отходили мы адмиралтейцам. Но в Финляндии нас замучили вопросами, кто такой адмиралтеец. Они вот так вот читали адмиралтеец. Что за... Где он сражался, что он там выиграл. И по дороге поменяли на адмирал. Это кадры немецкого телеканала САД-1. Советский буксир-адмирал арестован полицией города Гамбург. Полиция появилась на судне без объяснения причин. Он хотел... Ну, извините, такой термин не очень корректный, может быть, не очень красивый. Отжать этот пароход. Он ему очень понравился. С работающей паровой машиной и жаркой атмосферы в котельном отделении начинаешь понимать, как трудились экипажи пароходов в конвоях, везущих грузы во время Второй мировой войны. Про парусный век говорят, что суда были деревянными, а люди — железными. В полной мере это относится и к паровой эпохе. Особенно, когда пароходы ходили на угле. Даже сейчас, в век электроники, морская доля не самая легкая. Возможно, будущие моряки, увидев условия быта и службы на таких судах, как я, легче будут воспринимать сегодняшние трудности, которые остались в морской службе. Редактор субтитров А.Семкин